318 день войны и два теракта, точнее один теракт с погибшим и одна попытка теракта, которая могла закончиться крайне печально, но там в каком-то смысле повезло. Подробности этого я изложу чуть позже. Кроме того, Хамас отклонил мирные предложения, отклонил проект соглашения об освобождении заложников и фактически сорвал переговоры, то о чем я предупреждал в одном из своих видео. То есть это почти автоматически может означать войну с Хизбаллой, продолжается война на севере, продолжаются боевые действия в секторе газа и, кроме этого, появились подробности вот этой идеи о вакцинации детей от полиомиелита. Оказывается, вся эта вакцинация давным-давно была проведена, в том числе при помощи Израиля и Хамас использует этот рычаг для того, чтобы добиться перемирия. Таким образом, при помощи полезных идиотов из ООН. А может они вовсе не идиоты, а имеют там какой-то интерес. Всем привет! Меня зовут Сергей Услензер, вы на моем канале. Поддержите, пожалуйста, это видео. Это не сложно. Лайкайте, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, включайте уведомления. Помощь финансовая тоже очень приветствуется. Строго, конечно, добровольно. Кнопка суперспасибо, суперсэнкс или сердечко с долларом, такая надпись. Две платформы Бусти и Патреон. Ссылки на них находятся в описании и можно стать спонсором канала на ютубе. Все это очень помогает, все это очень полезно и огромное спасибо всем, кто это делает. Начнем, конечно, с попытки теракта в Тель-Авиве. Вот вчера вечером начали появляться сообщения о том, что на улице Лехи в Тель-Авиве произошел сильный взрыв. Погиб один человек. Стали писать о том, что это вот бандитские разборки. У нас действительно такое происходит. Организованная преступность в Израиле есть периодически. Там разные банды сводят друг с другом счеты при помощи взрывных устройств в том числе. То подорвут кого-то в машине, то на мотоцикле, то прям в доме. И всякие такие истории происходили и продолжают происходить. Но постепенно, вот по мере того, как полиция начала расследовать эту историю, слово криминал начало исчезать из этих сводок и появилось подозрение, что это была попытка теракта. Позднее стало известно, что к расследованию подключился Шабак, служба общей безопасности. И тогда стало понятно, что подозрение, видимо, очень серьезное. Потому что Шабак не расследует практически уголовные преступления, связанные там с бандитами, преступностью и так далее. Шабак расследует те преступления, которые связаны вот с националистической почвой. Ну, теракты, грубо говоря. В общем, в итоге, что выяснилось? То есть араб-палестинец, имея на себе взрывное устройство в виде пояса Шахида со шрапнелью, шел по Тель-Авивской улице Лехи в сторону стадиона Блумфель. Там как раз шел матч между двумя такими популярными в Израиле командами. Там было множество людей, тысячи буквально. И он, судя вот по таймингу, собирался туда прийти в тот момент, когда болельщики начинают покидать стадион. С взрывным устройством. У него был рюкзак такой, вот мощный пояс этот, спрятан под одеждой. То есть, судя по всему, на стадион он попасть бы не смог. Охрана бы его не пропустила. Поэтому он хотел дождаться, пока люди выйдут. Пока люди соберут. Ну, как обычно. Никто же не расходится сразу. Все там стоят и обсуждают матч. И вот в этой толпе он бы мог взорваться. Повезло, надо сказать, невероятно. Потому что если бы он добрался до места назначения и взорвался бы в толпе, то жертв были бы десятки как минимум. То есть, речь бы шла там о взрывной устройстве было начинено шрапнелью, поражающими элементами. Так вот, вероятнее всего, убитых только были бы десятки. Не говоря уже раненых, покалеченных, там, впавших в состояние шока. Какую бы панику это все породило. В общем, был бы полный ужас. Но что-то пошло не так. Что-то у него там сработало преждевременно. И его вот буквально разнесло в молекулу. Там его ошметки раскидало по всему кварталу. Их там до сих пор собирают. И через это дело есть проблема с идентификацией личности. Сейчас уже по камерам отследили его путь. Вот до момента взрыва буквально. И сейчас вот пытаются установить его личность. Полиция уже сделала заявление, что это была попытка теракта. Что расследуется вместе с Шабаком именно попытка теракта. И вот командир полицейского округа Айлон, в котором находится Тель-Авив, он сказал, что после тщательного расследования совместно с Шабаком можно с относительной уверенностью сказать, что это был террорист, который взорвал сам себя. Но он естественно не хотел взорвать сам себя, просто вот что-то такое. И вот что говорит полицейский, который делал это заявление. Можно сказать, что нам очень повезло. Если бы этот инцидент произошел в другом месте, мы бы говорили о катастрофе совершенно другого масштаба. Надо сказать, что это давно такого не было. Последний раз, если я не ошибаюсь, в 16-м году в районе Тальпиот в Иерусалиме подорвался террорист-смертник в автобусе. До этого были попытки тоже терактов с подрывами. Но в целом вот такого масштабного теракта с подрывом террориста-смертника не было уже очень давно. Мне тоже не очень понятно, зачем они это делают. Я имею в виду, что понятно, убить как можно больше израильтян, евреев, это все понятно. Но для чего это делается? Если вспомнить времена второй интифады, вот с 2000 по 2005 год, когда автобусы взрывались каждый день, иногда по 2-3 раза в день, это все равно не привело никаким изменениям в отношениях, это не привело вообще никакой решению проблем. Это заведомо тактика проигрышная. Но у них, по всей видимости, вот такие технологии, такой подход и такая идеология. И вот они таким вот образом пытаются воздействовать на израильское общество. Чем себе делают? Только хуже, кстати. Общество ожесточается, озлобляется, радикализируется и становится реально только хуже от этого. Второй теракт произошел в поселении Гдумим в промзоне. Там палестинец, тоже араб, его личность установлена. Он с молотком напал на менеджера, на одного из израильтян, который там руководил процессом. Нанес ему тяжелые ранения, похитил у него пистолет. У него был с собой пистолет, он, видимо, поселенец, вооруженный был. И скрылся. Поехал на автомобиле в сторону палестинских территорий. Там попал в аварию, бросил машину и, в общем, сбежал пешком. Сейчас его ищут. К сожалению, вот этот парень, он скончался. То есть, его доставили в больницу. Несколько часов врачи боролись за его жизнь. Но, видимо, травмы были несовместимы с жизнью. И вот он, к сожалению, умер. Молодой парень совсем погиб. Палестинцы этого ищут. И вот, будьте уверены, найдут. Еще на моей памяти не было случая, чтобы человек с палестинских территорий, совершивший теракт и сумевший скрыться с места происшествия, остался безнаказан. Вероятнее всего, вот я предположу сейчас, что он попытается совершить еще один теракт, потому что у него теперь есть огнестрельное оружие. Где-то появится и там его, собственно, и ликвидируют, ну, либо задержат. Ну, сейчас вот, как бы, сейчас тенденция такая не задерживать и ликвидировать. Тем более, если у него будет в руках огнестрельное оружие. В целом, обстановка на палестинских территориях, так называемый, это он у нас называется Йош, Ягудовый Шумрон, то есть Иудеи, Самарии или Западный берег, остается такой стабильно напряженный, тяжелый. Там продолжаются постоянные такие контртеррористические рейды израильской армии. В Дженине недавно армия ударом с воздуха уничтожила сразу четырех боевиков, которые тоже там собирались совершать теракт. То есть, обстановка там такая близкая к военной. Более того, стало известно, это вот из различных источников, связанных с системой безопасности, что Иран планировал в момент своей атаки на Израиль, планировал такое масштабное нападение из палестинских территорий, вот, грубо, с западного берега, ну, с территории палестинской автономии на округ Шаром. Это, грубо говоря, центр страны. Там есть места, где граница палестинских территорий подходит, ну, почти вплотную к крупным городам. Там это, условно, район Кфарсабы, вот там это примерно находится. Там очень все близко. Там палестинские крупные города и различные арабские деревни находятся прям вот совсем рядом. И поэтому туда на усиление были переброшены несколько род пограничной охраны Магава. Все это было усилено армией во втором эшелоне. То есть, там к этому, в общем, готовились. И такой сценарий, он, как бы, вот, всерьез рассматривается. Что они попытаются повторить такое, вот, ну, мини-седьмое октября, скажем так, вот в округе Шаром. Ну, учитывая высокую степень готовности и армии, и силовых служб, вероятнее всего у них это не получится. Но сам факт говорит об этом. В армии даже проводили учения по освобождению поселка, захваченного террористами, вот, в округе Шаром. Вот такое даже рассматривалось. Ну, тот факт, что этот сценарий вообще в принципе рассматривают, в отличие от 7 октября, я напомню, что такой сценарий даже не предусматривался армейскими планами. Это была одна из таких чудовищных ошибок, да. То вот этот вот момент, он даже в каком-то смысле радует. То есть, армия рассматривает любые сценарии и к любым сценариям готовится. Хамас отверг проект соглашения о прекращении огня. Вот они выпустили официальное заявление. При этом, заметьте, кстати, они в переговорах участия не принимали. Это вообще поразительная история. Приезжает вот израильская делегация в Доху. Туда приезжает египетская делегация. Туда приезжают какие-нибудь американцы там. Какой-нибудь директор ЦРУ приезжает. Все вот они сидят друг с другом, переговариваются. А второй стороны переговоров Хамаса там нет. Потом до них доводят это вот соглашение. Проект. Они говорят, нет, вот нас это не устраивает. И все начинается, значит, по второму кругу. Так вот, они опубликовали официальные заявления. В котором отказались от условий, которые ставит Израиль. И сказали, что их это не устраивает. И они такое соглашение подписывать не будут. Мы возлагаем полную ответственность на Нетаньягу. За провал усилий посредников и неспособность достичь соглашения. Нетаньягу выдвигает новые требования с целью затягивания войны. Мы привержены предложению, с которым мы согласились. Основанному на предложении Байдена и резолюции Совета Безопасности ООН. Вообще поразительная история. То есть террористы апеллируют к предложению американского президента. Только вдумайтесь в это. В какую вообще ловушку себя загнала американская администрация, если Хамас апеллирует к ним. Ну и к Совету Безопасности ООН это нас уже как бы совершенно не удивляет. Учитывая, что в этом Совете сидит и Россия, значит и Китай. А Форум по правам человека в ООН возглавляет Иран. К ООН вопросов нет. Вопросы есть только вот к американской администрации. Которая ведет себя вот таким странным образом. Канцелярия израильского премьера опубликовала свое сообщение. В котором говорят, что никаких изменений не было. Были уточнения кое-какие. И эти уточнения вот почему-то Хамас посчитал изменениями. В целом же я напомню, Израиль отказывается от постоянного прекращения огня. От полного вывода войск из сектора Газа. От вывода войск из коридора Филадельфия. Из коридора Ницарим. Филадельфия это граница с Египтом. Ницарим это то, что пополам делит сектор Газа. И Израиль сохраняет за собой контроль над контрольно-пропускным пунктом Рафиех. То есть вот КПП между Египтом и Газой соответственно. Вот Хамас требует вот эти все условия снять, чтобы Израиль полностью вывел, прекратил и так далее. Контроль над Филадельфией и контроль над Ницарим это ключевые моменты. То есть если Израиль выходит из коридора Филадельфия, где вот на данный момент уточнили, находится порядка 180 туннелей, обнаруженные уже, обнаруженные. Вчера их было там 36, а сегодня уже 180. То есть там начинается такое плотное обследование найденных туннельных шахт. И вот убедились в том, что через каждые примерно 80 метров там находится туннель, треть из которых как минимум пригодны для проезда автомобилей. То Хамас, вернувшись в коридор Филадельфия, попрет туда оружие горами, тоннами, не знаю, там в гигантских количествах. И моментально, ну может и не моментально, но очень быстро восстановят свой боевой потенциал. Благо в людях у них проблем нет. У них есть сейчас проблемы только с вооружением. Поэтому Израиль и настаивает контроль над коридором Филадельфия. Американцы вроде как пытались нести какие-то изменения в предыдущий проект соглашения, что там не будет записано полное прекращение огня, не будет записан вывод войск. Останется контроль над Филадельфией за израильской армией. Но в целом, судя по всему, Хамас твердо намерен сорвать переговоры. Стратегия их в общем понятна. Напомню, что Иран и Хизбалла сказали, что атаковать до окончания переговоров не будут. И будут атаковать, если переговоры будут сорваны. Кем сорваны, они вот этот момент не уточнили. То есть Хамас, как я и предсказывал в одном из видео, попытается сорвать переговоры, чтобы спровоцировать Иран и Хизбаллу на атаку по Израилю. И соответственно большую региональную войну, в ходе которой вот всем станет не до него. Все будут воевать с Ираном, с Хизбаллой и так далее. А до Хамаса вроде как никому никакого дела не будет. То есть Хамас сейчас, по сути дела, может спровоцировать большую региональную войну. Это вообще поразительная история. Маргинальная террористическая группировка пытается втянуть Ближний Восток в большую войну. И это даже, можно сказать, не сама маргинальная террористическая группировка. Ее главарь, их есть январь, который сейчас находится в секторе газа, который одновременно является председателем политбюро Хамаса. Вот он пытается втащить Ближний Восток в большую войну, чтобы самому уцелеть. Поразительная совершенно история. Но опять же посмотрим. Пока во всяком случае атака не началась. Разногласия, переговоры там еще вроде как поступают заявления о том, что, наверное, еще будут продолжаться, еще есть точки соприкосновения, есть возможность устранить разногласия. Все это, конечно, ерунда полная. Главное разногласие это существование Хамаса, существование Израиля. Вот для любого из них существование второго является ключевым вообще противоречием, да, и ключевой проблемой. Вот кто-то один останется сейчас на этой территории. Поэтому я полагаю, что, к сожалению, у этих переговоров никаких перспектив нет. Что касается атаки, подготовка идет, как я уже говорил, и, соответственно, армия опять повысила уровень боеготовности. Вот он был понижен позавчера, если я не ошибаюсь, сейчас опять повысили. Не до максимального, но повысили. То есть все время идет такая вот игра нервов. Ну и, честно говоря, это уже все там страшно осточертело, и хочется уже всем, чтобы уже как-то эта ситуация разрядилась. Либо уже закончилась, либо уже война началась, либо хоть что-то бы произошло. Потому что вот это вот бесконечное ожидание войны гораздо хуже, по-моему, самой войны. Ну, что касается боевых действий, тут долго особо распространяться не надо. В Рафиахе они практически завершились. Там еще продолжаются кое-где боевые действия. В основном в Талес-Султане. Но основные усилия армия перенесла на Хан-Юнос. Потому что в Хан-Юносе, в основном в гуманитарной зоне оказалось множество террористов, которые оттуда запускали ракеты, которые атаковали израильские города и населенные пункты, которые атаковали израильских военных. И вот, собственно, сейчас армия начинает зачистку опять повторную, уже не повторную, в третий раз уже зачистку Хан-Юноса. То есть вот так вот по кругу это все и ходит. Но в целом, с военной точки зрения, об этом говорят, в частности, многие американские аналитики и эксперты известные, армия в военном смысле, в военном, еще раз повторяю, политику оставляем пока в стороне, в военном смысле добилась очень серьезных успехов. Хамас разгромлен. Но если сейчас оставить все как есть, выйти оттуда, оставить коридор Филадельфия и вообще прекратить войну, то Хамас довольно быстро восстановится. К сожалению, это вот такая гидра, у которой вместо отрубленной головы вырастает три новых. Поэтому, как вот делал Геракл, прижигать надо место, где отрубил голову. И израильская армия, продолжая боевые действия, вот как раз этим и занимается. Но все равно требуется какое-то политическое решение. Требуется план Б, точнее план после войны, план на следующий день после войны и так далее. То есть нужно будет все равно, чтобы кто-то контролировал сектор газа. Кто это будет, пока не очень понятно. Ну и уже завершая тему с сектором газа, я вам рассказывал о том, что Всемирная организация здравоохранения, уже даже Гутерриш подключился, требует недельного перемирия в обмен для того, чтобы провести вакцинацию детей от полиомиелита. Хамас тут же нашел заболевшего ребенка, все как положено. Вот там вспышка полиомиелита и так далее и тому подобное. Так вот, что выяснилось, что в декабре-январе, это 23-24 годы соответственно, армия доставила в газу более 280 тысяч упаковок вакцины. Это 2 миллиона 800 тысяч вакцинаций. Ну там по несколько доз содержится. По 10 соответственно доз содержится в каждой упаковке. Доля вакцинированных от полиомиелита детей в газе в 23-м году составляла 95%. По данным ВОЗ, кстати, а в прошлые годы, вот соответственно до войны, 99%. Все были вакцинированы. С середины, соответственно, июля, когда Минздрав Израиля обнаружил вот эти признаки полиомиелита в сточных водах газа, туда доставили еще 90 тысяч доз вакцины для вот новорожденных детей. И массовая кампания вакцинации, она для детей младше 10 лет, вот должна пройти сейчас, в конце августа, в чем Израиль, собственно, готов оказать помощь. В Минздраве Израиля проанализировали данные, которые предоставил Хамас. Такой, конечно, надежный источник. Но все говорят Минздрав Хамаса или Минздрав сектора газа. Вот не подтверждает заявление этот анализ, что в газе началась эпидемия полиомиелита. Вот пока по данным даже самого Хамаса один случай обнаружен. И армия, армейская медицинская служба продолжает мониторинг ситуации, продолжает там брать пробы воды, тех же сточных вод и так далее, следят за ситуацией. При необходимости армия готова там развернуть пункты вакцинации, всех детей перевакцинировать. Тем более, что, ну, если вы знаете, вакцины от полиомиелита вводятся не там внутривенно-внутримышечно, а такие капельки в рот капают и все. То есть это очень просто и быстро можно сделать, даже силами самих палестинцев. Так что, короче говоря, это все вранье, это все провокация. И все это сделано для того, чтобы Хамасу дать хоть какую-то передышку. Я, кстати, говорил у себя в видео, по-моему, и писал в телеграм-канале, что нет проблем. Одного заложника за один день вакцинации. Давайте договариваться. Вот вам нужна неделя для проведения вакцинации, возвращайте 7 человек. Включая братьев Бибас, малолетних, да, годовалого и пятилетнего. Вот вернете их, и тогда поговорим о вакцинации. А если нет, то, соответственно, извините. Но, естественно, Израиль пока так не поступает. Хотя, как по мне, вот если нам выкручивают руки, если с нами себя так ведут, то и мы как бы вполне себе имеем на это право, на мой взгляд. Но это все будут решать в политическом руководстве. Напоминаю вам, что с завтрашнего дня я буду в отпуске. И поэтому видео будут выходить на канале обязательно, но не в двухразовом варианте. То есть по этому поводу есть даже анекдот такой, я вот хотите вам расскажу. Израильский стартап, значит, штурмовщина жуткая, реализуют какую-то безумную идею, работают с утра до ночи, там с 7 до полуночи, ни выходных, ни проходных, ни праздников. Все, и смотрят один сотрудник, приходит на работу к 9, а уходит в 5. Приходит в 9, а уходит в 5, ну его там через недельку прижали в курилки, говорят, ну ты что, мол, сука, мы тут, значит, погибаем на работе, костьми ложимся, а ты, значит, культурно приходишь, 8-часовой рабочий день, он говорит, побойтесь бога, ребята, я в отпуске. Так что видео будут выходить обязательно, вот, только будут в таком одноразовом формате каждый день. Но если что-то будет происходить, будем, конечно, записывать срочные. Спасибо, что смотрите, не забывайте поддерживать, увидимся в ближайшее время. Всем пока!